всем привет может кого заинтересует вот такая тема значит мне всегда хотелось иметь небольшой маленький нетбук именно 10 дюймов не больше 11 6 уже не то поскольку современные такие не выпускают мне пришлось взять старый сундук фиг знает какого года выпуска значит это в данном случае acer d270 он был полностью паленый пришел он ко мне его купил недорого там за 800 гривен он переплатил здесь был дохлый мультконтроллер здесь был сваренный napsa шлейф от материнской платы до матрицы здесь была убитая матрица разбитая вторая матрица шла в комплекте она была паленая в результате подключения шлейфа к микроконтроллеру плюс был опаленный звук картридер микросхема коммутация на дисплей и там еще много чего короче это был убитый аккумулятор значит был такой просаженный значит что я сделал я восстановил пока я долбался со шлейфом пока выяснил что это шлейф шлейф я перебрал пересыпал то выяснил что он фиговый нашел другой подкинул обе матрицы откинул вот сюда я вставил матрицу с планшета с 10 дюймового планшета ips матрица она чуть чуть выше и в нее больше разрешения по сравнению со старой это где-то 1000 1600 на 900 по моему покрасивее значительно значит я восстановил поменял мульт поменял сети мелкими кружки запустил значит здесь два ядра по 16 два ядра 4 потока в чистом виде если его запустить допустим на современную десятку понятно десятка его задавит значит я поставил облегченную семерочку плюс поставил ssd-шку на 120 гектар плюс добавил памяти здесь сейчас 4 гигабайта вместо единички которая стояла облегченная винда урезанная плюс нормальный браузер который вот современный недавно вышел supermium называется цент тоже неплохо работает до плюс значит батарейку я прогнал несколько циклов в общем износ был 84 процента сейчас износ до 30 процентов это калибровка делалось не аккумуляторов калибровка контроллера причем штатными средствами винды без всяких заморочек это делается легко могу объяснить значит сейчас эта машина в принципе вот она получилась маленькая компактная значит она способна от этого поддохшего аккумулятора работать порядка пяти часов значит на этой windows 7 в принципе все медиафайлы идут нормально не сказать что сильно шустрый но меня устраивает самое главное что он получится легкий компактный с хорошей клавиатурой именно стандартная как которая мне нравится не современные гадские вот в тех аппаратах которые у меня там еще целая куча современных они мне не нравятся дисплей который мне нравится который не дает никаких помех шима ничего то есть на глаза он почти не давит плюс там я чуть-чуть настройками сдвинул синего по убирал чтобы не так тоже на глаза действовало то есть на все про все мне его хватает вот значит если все это интересно кому-то будет значит я могу отдельно рассказать как чего я делал значит ага что еще и сделал он получился довольно бесшумным раньше вот эта модель конкретно d270 ася у нее родной кулер он постоянно гудит постоянно шумит то есть кулер сам исправный если он просто постоянно шумит я наставил кучу утилит у меня ничего толком не получилось сделать в итоге я плюнул и на самом кулере на распаял небольшую схему по на полевом транзисторе поставил датчик температурный и в итоге кулер у меня запускается только в момент когда хорошая нагрузка все остальное время он практически или молчит или еле-еле крутится значит здесь много есть разных моментов которые могут быть полезны и то есть не обязательно сделать делать из вот такого старого сундука нечто такое вот как я сделал можно просто вот например та же калибровка батареи я раньше не верил что такое возможно мне когда рассказывали я утверждал что литиевые аккумуляторы не подвержены эффекту памяти да но так и есть но контроллер начинает постепенно нагонять эти проценты и в итоге он считает батареи уже чуть ли не дохлая совсем если его прогнать несколько циклов батарея становится лучше 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 доходит до определенного момента вот она сейчас у меня практически 5 часов способна опять же с той нагрузкой с которой использую я это в браузере там facebook новости телеграм почитать вот этого дела где-то там от 4 до 5 часов смело хватает вот значит то есть по всему этому ноутбуку интересных моментов несколько первый момент это как батарея потом как вставить матрицу смотрится здесь вот так и не вот хитрый момент пришлось выпиливать кусок крышки а здесь закрывается потом как вот на предыдущем я делал то есть выходит вот такая вот штуковина то есть я закрыл куском пластика с другого сторона букой получилась такая очень крепкая штука это был предыдущий бук на который я точно также вставлял матрицу с планшета только немножечко с другого диагональ по моему 1 этажа до диагональ 1 этажа он просто чуть чуть меньше этот по моему 8 и 9 дюймов здесь вообще отличное качество изображения этот у меня как такая машинка для поиска суда и суда здесь одно ядро два потока он у меня вообще не подключенные к интернету здесь залитые много-много мелких файлов обычный жесткий диск и стоит внутренний яндекс поиск который ищет проиндексированные все файлы и я всегда могу найти все что у меня там имеется то есть не подключаясь к интернету потому что яндекс сильно любопытный вот ну факт что я сначала сделал тот потом мне захотелось получше я сделал вот это вот так шаг если кому-то что-то будет интересно свистите расскажу покажу чего как делал конкретнее как градуировал батарею как подгонял дисплей здесь вот это шлейф не пришлось переделывать набирать вручную работа дурная не каждый на нее отважится и второй раз я не отважился вернее уже третий там делал ну вот захотелось мне так плюс шум вентилятора убирал плюс ну в общем много чего интересного здесь было по крайней мере это наверное первый ноутбук из последних мною там купленных приобретенных сделанных на раз десяток приобретал уфси от всех буквально у меня болят глаза невозможно болят единственно что я могу спокойно смотреть это аппараты в которых подсветка ламповая то есть я беру какой-нибудь монитор телевизор обычно а вот этот конкретно шима не дает совсем легкая усталость глаз есть не так как с ламповой подсветкой но намного лучше чем чем предыдущие аппараты вот короче кого что заинтересует пишите если интересно будет значит а я тогда уже подробно распишу чего и как делал примерно так